Вечер добрый или доброе утро. Значит, сегодня я поговорю о том, что одна из главных причин, почему такая большая эпидемия герпеса, герпес симплекс, герпес генитализ, потому что герпес зостр, все эти вирусы, бактерии, паразиты, они развиваются только тогда, когда имеется среда. Так вот, человек привыкает к тому, что он любит. И одна из углеводов, которое очень широко распространено в нашем телевизионном государстве, это всё, что от теста, бейкер. Так вот, представьте себе, древние народы, они практически не делали всего этого. Вот период, когда был ещё каменный век, тогда люди не ели всего того, что мы видим сейчас на магазине. Так вот, эти пирожные, мороженое, всё это сдоба, пирожки, пельмени, всё даёт слизь. А слизь даёт пищу для развития вирусов, бактерий, паразитов. Расскажу один случай. Как и ко мне пришёл один иранец, он заразился герпесом и, естественно, был в депрессии, потому что он не мог быть женщинами, вот. И не знал, как избавиться от этого. И когда мы, говорит, рекомендовали, я тогда работал, преподавал и обучал американцам в магазине здоровья. С моим другом, американцем. Чайлес его, говорим. Так вот, когда он пришёл ко мне, он стал жаловаться, говорит, никак не могу вылечиться. Да, и денег нет. Ну, я думал, он шутит, он сам был иранец. Вот, похоронил мать, развёлся в своей любовнице. Одним словом, очень такой был период, когда он нуждался в товариществе и, естественно, в здоровье. И я говорю, расскажи, что ты ешь. Оказалось, 50% он ел углеводистой пищи, включая вот эту всю сдоху. Называется у нас бейкер. И я ему сказал, если ты хочешь вылечиться, ты не должен есть продуктов, так называемое питание, которые даёт слизь в желудке. И получается, как бы, помойка, где распространяются всякие вирусы, бактерии, паразитов. Вот, и ему сказал, что надо есть, а что надо бросить. Естественно, я сказал, молочные продукты, они выделяют и при пищеварении дают очень большое количество слизи, вот, а в дальнейшем аллергическое состояние. Особенно у детей. 60-70% детей, которые имеют аллергию на что-либо, главная причина – это молочные продукты, молоко и тесто. Все, вся сдоба, мучное. Одним словом, я помог ему вылечиться. Я когда сказал, что это будет что-то стоить и так далее, но он сказал, что нет у меня сейчас возможности, поверь. И заплакал. Когда мужчина плачет, то это правда. Если женщина плачет, не всегда правда. Я говорю, ты знаешь, не беспокойся о твоем финансе. Я еще со своего кармана заплачу. Я хочу тебя видеть здоровым и счастливым. И я сделал все возможное, чтобы он восстановил здоровье. И он когда-то мечтал, потом мы стали друзьями, лечить герпес. Но он был дилером, продавал машины. И как-то раз он взял меня в один комплекс, где было очень много бизнеса. Он говорит, ты знаешь, я хочу открыть бизнес, продавать пиццу. Но пицца была навязана в Америке еще в 20-е годы. И благодаря пропаганде, которая длилась более года, а потом только они навязали эту пиццу, потому что американцы не любили пиццу и не хотели есть. Но пропаганда сделала свое дело. А сейчас американцы не могут жить без пиццы, без пассфуд. Хамбургеры, чипсы. Все это не только засоряет, она медленно отравляет и кровь, и внутренние органы, и все клетки, и забивает кровеносные сосуды. Я ему сказал, если ты все это уберешь, я тебя вылечу, и не будет проблем. Он согласился, он говорит, я должен все сделать. В настоящее время он женат, у него дети, он купил дом себе, счастлив. Но я не к этому. Я хотел сказать, что когда мы пришли в этот комплекс, все другие бизнесы практически не имели людей. Один, два, три человека. А вот в бизнес-бейкере, где продавалась и пицца, и вся эта вздоба, полно людей, очереди были. И я наблюдал. Почему так? Да потому что это и есть пристрастие. Это уже углеводная наркомания. И, естественно, с детства дети привыкают, и родители балуются, сами не понимают, что они дают детям. Включая Кока-Кола. Так один из секретов, который открывает Кевин Труда, член масонского общества, что святая святы, они во всё, в муку добавляют очень много химических элементов, включая заменители кокаина и героин. И, естественно, человек не сможет жить без этого. Это же как героин и кокаин. И даже в Кока-Кола тоже кладут заменители. Поэтому здесь и сейчас я хочу вам сказать, друзья, что я кидаю вам вызов. Я от этого давно ушёл. То есть тоже у меня была какая-то наркомания. Но я избавился. Заменителей полно. И вот эти рецепты сыроедов, если кому-то хочется получить, я вам вышлю. 300 различных рецептов сырой кухни. И дети ваши, потребляя вот эту сырую кухню, они вам в дальнейшем спасибо скажут. Потому что в них будут и здоровые зубы. И они будут нормально развиваться. И память будет хорошая. И спортом могут заниматься. Потому что будет громадная энергия. Так как в природе мучное не существует. Можете делать разные сладости на пророщенном зерне. Это может быть овёс, лечмень, чечевица, проросшая пшеница. Я её каждый день делаю. И делаю молочко. И достаточно. Таким образом, если вы уберёте молочные продукты. И вот эти мучные, всё, что от муки. И уже на 50-60% всех заболеваний полностью прекратится. Удачи, счастья и здоровья.